Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дерехаше. Вот сейчас 89-й урок идёт. Мы находимся посередине служения. Какие наши обязанности? Евреи должны трудиться. Мы труженики. Каждый день мы должны трудиться. Это наша тема. И вся глава, шестая, в которой мы находимся, она говорит о том, как начинается день с утра, как мы просыпаемся, что мы говорим, в каком обвинении рук мы делаем, что происходит после этого, в чём служение дальше происходит. Существует цицит, тфилин. И, естественно, что день начинается со служения, истинного служения, труда – это молитва. И переходит Трамхаль после этого и начинает объяснять подробно, из чего молитва состоит. Оказывает на четыре части. Первая часть – это курбанод, жертвоприношение. После этого мы говорили о псукеде земра, о восхвалениях. После этого идёт благословение, крятшма и само крятшма, и четвёртая – сама молитва. Так мы с вами разобрали. После этого, это было на прошлом занятии, и Трамхаль раскрыл нам невероятную глубину, на основе какой структуры построена молитва. То есть та молитва Жманаеср, которую мы с вами молимся, произносим каждый день, она соответствует точной структуре мира. Она не просто так. Она основана на тех трёх основах, на которых весь мир наш держится, как мы сказали, о мерах управления Творца в этом мире, на двух противоположностях и на соединении этого, на добре и милосердии с одной стороны, и правосудии и строгости с другой стороны, усреднённой, то есть совершенной, совершенного баланса этих двух сил посередине, называется Рахамим. Вот эта триада, она соответствует нашим праотцам, которые, в принципе, раскрыли каждое из этих проявлений Творца в этом мире. Они не только их раскрыли, они и достигли их в своём труде. Поэтому, как бы, имя Бога на них и написано. И согласно вот этим трём нашим праотцам, согласно этим трём сил и основе нашей, объясняет Рамхаль, как всё в мире, в принципе, откуда это всё исходит, объясняет он из четырёхбуквенного имя Творца, когда первые три, это они соответствуют как раз именно этим трём силам, трём праотцам, и четвёртая, это та, которая непосредственно уже принимает это, это уже цель, это для чего надо было начать весь этот процесс. И так построено всё в мире, и так построена молитва. Начинается тремя благословениями, мы знаем, то есть молитва начинается, 18 тремя восхвалениями. Они соответствуют Аврааме, Цаку и Якову. Посередине есть изначально 12 благословений, 12 это тоже 4 раза по 3, они тоже состоят из триад, и заканчиваются тремя благодарностями, снова согласно Аврааме, Цаку и Якову. То есть та молитва, о которой мы молимся, она даже сказать, что она продумана, видимо, не соответствует истине, она просто одета на понимание структуры мира духовного, как духовный мир устроен, так и молитва устроена. И то, что нам раскрывает Утрам Хааль, это маленькая толика того, что есть. На эту тему есть огромное количество изысканий наших мудрецов. Давайте перейдем теперь к следующему параграфу. Мы сейчас в параграфе 12. Может быть, чуть-чуть прочтем до этого, чтобы соединить 11 и 12 параграф. Говорит Рам Хааль так, упоминает эти три категории высшего воздействия, говорит, эти три категории соответствуют трем первым эпитета Творца в молитве тоже, не забыть упомянуть, когда мы говорим «великий», «могучий» и «страшный». После этого он говорит так. Должным образом эти категории привлекают заслуги трех праотцов. Авраам и Исхак, Авраама и Исхака и Якова. Поэтому мы говорим «элюкей Авраам», «элюкей Исхак», «элюкей Яков». А привлечение цельности, проистекающей от соединения этих трех категорий, то есть для чего все это вместе в конечном итоге происходит заслугу царя Давида, который как бы соединяется с праотцами и завершает исправление Израиля. Как четырехбуквенное полное имя Творца. Как бы оно завершается. В этом смысле царь Давид – это четвертая опора этого стола. И, соответственно, этим трем категориям установлены три первых благословения. То, что мы сказали, согласно этих трех категорий. И первые три благословения в молитве Шмана Исры. И ими привлекается воздействие в общем плане. Это первые три брахи. Вслед за этим 13 промежуточными благословениями. То есть эти трена имеются в виду 12 и дополнительно, которые в более позднем периоде ставили наши мудрецы. Это просьба о тех, которые выдают еврейских народ. То есть, по-русски, как их называют? Мальчины. Предателей. Доносчиков. Доносчиков. По-видимому, была очень нехорошая ситуация тогда. И с тех пор, как вставили, так оно и осталось до наших дней. Хотя есть мнение, что эта браха была и раньше. То есть, хотя мы говорим 18, то есть посередине 12 брахот, на самом деле их 13. Говорит Рамхаль, вслед за этим 13 промежуточными благословениями это воздействие привлекается в частности по мере необходимости. Тремя последними благословениями это воздействие усиливается и занимает свое место в получателях посредством благословения, которое мы выражаем за него. То есть, то же самое усиливается еще и тремя последними благословениями. Итак, подводит итог и говорит, таково исправляющее действие молитвы в общих чертах. Действительно, это только в самых-самых общих чертах, это общая структура, хотя бы намек, о чем речь идет. Теперь продолжает Рамхаль говорит в 12-м параграфе. Мы описали порядок молитвы в будние дни. И действительно, все, что мы говорили, это молитва обыкновенная в будние дни. А молитва в дни праздничные какова? Давайте снова посмотрим на ее структуру. Структура молитвы праздничной чем отличается от обыкновенной? Вот эти 13 просьб, которые находятся посередине, между восхвалением и благодарностью, они исчезают, нету их. Хотя и должны были, по идее бы, быть. И вместо них есть всего лишь одна единственная браха. И каждый раз эта браха имеет другой нусах, она имеет другое содержание, в зависимости от того, какое событие происходит. Вечером, в субботу одно, утром другое, днем третье, в празднике, похожее, только меняется определенная часть, та, которая соответствует непосредственному празднику. Суккот, Песах, Шивот, Суккот. Дополнение есть в Рошашана, в Йом-Кипу. И так, говорит Рамхальм, мы описали порядок молитвы в будние дни, но в святые дни Творец не стал утруждать человека более, чем семью благословениями. Ибо день сам по себе освящен и благословен, что помогает привлечению воздействия свыше. То есть, уже не требуется, как тут раньше сказано, исправление полного, которое мы воздействуем посредством молитвы, которое включает эти 13 промежуток средних благословений. А достаточно в субботний день или в праздничный день брахи посередине одной. Это уже достаточно. Как тут сказано, ибо день сам по себе освящен и он благословен. То есть, эти дни в принципе субботний день по сути своей праздничные дни это дни достатка. Будем говорить об этом и о праздниках, и о субботе. Суббота это результат всего. Это чуть ли не грядущий мир. Там человек уже наслаждается теми усилиями, которые он сделал в течение недели. Другими словами, в субботу нечего просить. Мы и так все получили. Есть святость сама по себе в субботе. Поэтому и нету потребности просить дай мне разум, дай мне парносу, дай мне деньги, дай мне... Все уже в субботу в субботе уже есть. Все она уже сама по себе приносится. Поэтому в этот день есть всего лишь одна единственная браха, посвященная сути самого дня. Как мы сказали, в субботу в зависимости вечер, утро или день меняется и содержание. То же самое в празднике. И поэтому, продолжает достаточно усилия относительно общего. И это семь благословений. Первых, три первых, соответственно, трем общим категориям воздействия. И также три последних, как мы упомянули выше. Среднее же благословение относится к святости дня, в общем, чтобы она усиливалась, сияла и властвовала, совершенствуя все детали творения. И мы еще это обсудим ниже. То есть подводит он итог и говорит только непосредственно структуре молитвы праздничной, которую каждый, надеюсь, знает, что первые три благословения точно такие же, как и в будний день. Последние три благословения благодарности точно такие же, как в будний день. А меняются только посередине. Вместо тринадцати этих просьб, которые в буднишние дни у нас есть, одна единственная, которая связана непосредственно уже с самим событием, то ли субботой, то ли с праздником. Давайте перейдем дальше. Тринадцатый параграф. Продолжает Рамхали говорит. Еще необходимо знать, что вся совокупность миров разделяется на четыре части. С того не сего. Мы говорим тут о молитве. и вдруг переходит Рамхан в тему, о которой мы, может быть, в самом начале, кто помнит, да, часть упоминали. Сейчас он переходит нам к разбору, повторению структуру миров. Как устроен духовный мир. Причем тут, на первый взгляд, это к той теме, которую мы с вами абстрактную тему структуры строения мира мы разобрали в самом начале, когда было описание, как был мир сотворен. Сейчас мы занимаемся чем? Непосредственной конкретной инструкцией, что надо делать. Что надо конкретно делать. Молиться надо, трудиться надо. Как, что? Рамхан хочет, чтобы мы поняли гораздо глубже, что мы делаем. Он сейчас нам раскроет необыкновенную глубину, как построена молитва в целом, что ему приходится, как всегда. Методически правильно, что построить материал. Нужно сделать введение. И вот он делает это введение, сейчас попробуем мы тоже его сделать, что поймем, то поймем. И только после этого введения мы поймем очень большую глубину, которая кроется за структурой нашей молитвы. И так говорит Рамхан. И еще необходимо знать, что вся совокупность мира разделяется на четыре части. Может быть, нам тоже придется сделать введение, чтобы понять, о чем тут речь идет. Рамхан говорит о скрытом. Он говорит о духовных мирах. Он говорит о том, как устроен мир на самом деле. То, что скрыто от наших глаз. Часть Торы, которая занимается этим, мы называем ее Тора Тасодзу. Это Тора скрытая. Сейчас скобовое называется. В свое время, как мы знаем, Рамхан, он написал много книг на эту тему. Был не только величайшим исполнителем всего еврейского и находился сам, как личность, на уровне совершенно непостижимого. Он был величайшим знактаком этого. Но так произошло то, что произошло. Ему запретили заниматься внутренней частью Торы. То есть запретили в том смысле, чтобы он не публиковал ничего, что связанное с этим, то ему пришлось писать языком скрытым, как общее описание. Но естественно, что каждый понимает, на что он тут намекается. Не упоминая конкретно, что имеется в виду, Рамхан говорит, знаете же, о том, что в мире есть четыре части. Мир наш духовный делится на четыре части. Что за четыре части? Это уже было, было уже сказано в прошлом. Есть четыре духовные мира. То есть тот мир, который мы видим, это не есть истинный мир. Это тема сама по себе, мы не войдем снова и снова, чтобы говорить о том, что уже много раз. Это не есть истинный мир. Истинный мир скрыт от нас. Даже по-простому мы понимаем, что то, что касается мира материального, то ясно и понятно. Его можно увидеть, материальный глаз, видеть материальное какое-то соответствие, какой-то предмет материальный. Но где находится, например, чувство человека? Где находятся мысли человека? Это загадка. И сколько нам ученые не пытаются указать на то место физическое в голове? Где это происходит? Это еще больше пробуждает к, мягко говоря, улыбке, потому что, обнаружив даже то самое место, где человек видит, где человек слышит, где, предположим, даже найдут, где человек чувствует и так далее, конечно, в итоге, если рассмотреть это место, мы там не обрушим ничего, кроме нейронов, которые состоят из молекул, которые состоят из атомов, которые состоят из ядра электрона, из пустоты. Кто там думает, кто там чувствует, кто что. Мир, он только внешний, мы только воспринимаем что-то внешний, а за ним мир совершенно другой, скрытый, духовный. Этот мир наших чувств, нашей мысли, мир другой. Из чего он состоит, как он устроен? Скрыт от нас? Можно только догадываться, но кому он да открыт? Он открыт пророкам, он открыт тем, которые могли получить как бы условно говоря информацию об этом устройстве духовных миров от самого Творца, от его посланников. Поэтому по этой причине мы и знаем, как устроен этот мир. Так вот, мир этот устроен необыкновенно, точно, ясно, рамхал был величайшим знатоком понимания, как этот мир устроен. И вот он только говорит нам самые общие мысли, самые такие, самые-самые-самые общие, которые есть в устройстве мира. И говорит, знаете же, что духовный мир, тот самый, который скрыт от наших глаз, он состоит из четырех частей. Есть мир низший, есть мир низший, его называют миром действия. Не важно, как его назвать, главное, понять саму идею. Его называют миром действия. Над ним находится мир, который его называют миром созидания, назовите его, ла-ми-тира. Это второй мир. Третий мир над ним это мир сотворения, можно вот так назвать. И там другие качества и свойства. И над ним есть еще мир четвертый. его называют Сулам-а-цилют. Там как бы находится присутствие самого Творца. Это то, что он тут говорит. Знаете же, о том, что мир, тот скрытый, который у нас, от нас, он разделяется на четыре части. И теперь он начинает их чуть-чуть разворачивать, объяснять, минимально. Начинает с нашего мира. Этот наш мир разделяется на две части. Высшую и нишу. Высшая небесная называется миром небесных сфер. Гальгалим. Нишая базисная называется ниши мира. И все они составляют один мир. Один мир. Над этим миром находится мир ангелов, а над ним мир высших танцинедрных сил, корней творения, о которых мы упоминали в первой части, и они называются миром трона. Давайте пробуем это объяснить, чтобы это было как-то более ясно и понятно. Ниши мир, то есть тот мир, в котором мы находимся, он состоит из двух частей. Первая часть это ниша, это материальная часть этого мира. То, что доступно нашим пяти приборам. Видеть, слышать, осязать и так далее. У нас есть приборы, посредством которых мы находим этот мир, определяем, что и что. Это есть мир материальный, его можно исследовать, творец дал нам возможность исследовать это, он себя скрыл в этом мире, наоборот, ученый, искренний, истинный исследователь, он исследуя, все время находит руку творца во всем мире, не перестает удивляться от всей невероятной сложности, которая скрыта в этом мире порядке, структуре, красоте, которой она есть. Это мир материальный. Его этот низший мир называют его, так его называют, низшим миром. Физический мир, материальный мир, то, что осязаемо. Над ним, только слово надо, но сейчас мы обговорим, это не над ним, это прямо в нем находится тут же мир духовный. Когда мы говорим о духовном мире, на самом деле, этих духовных миров там, вот в низшем, который называется миром действия, огромное количество, невероятное количество. Мы туда даже не входим, в эту тему саму посему. Может быть, добавим два слова, чтобы понять, чем отличается один мир от другого. Есть три базисных понятия, которые мы тоже уже упоминали. В каждом из этих миров, в каждом из этих четырех миров, есть три составляющие, без которых ничего не существует. На языке нашем не называется мир, год, душа. Так по-русски переведем это сразу. Что такое мир? Если мы должны были это сказать на языке современного, мы сказали бы пространство, время и содержание, душа. То есть то, что скрыто. То есть в этом мире, где мы находимся, в мире материальном, все должно иметь свое место. Любой предмет, любая сущность, она должна где-то находиться. не должны быть какие-то координаты. Это называется место. С другой стороны, для того, чтобы оно существовало, есть дополнительное измерение, называется как время, для того, чтобы была возможность не только статики, но и динамики, чтобы было какое-то изменение в мире, чтобы что процесс, то есть изменение из одного состояния в другой. Есть измерение под названием время. время. Теперь, пространство и время для чего существуют? Для того, чтобы оно содержало какую-то суть духовную, для которой они и существуют. Поэтому в мире, во всем мире, и есть всегда и пространство, есть время, и та суть, для которого существует и пространство, и время. Эту суть называют, условно говоря, душой. самая квинтэссенция духовная, которая придает смысл и пространству, и времени. В нашем пространстве, в нашем мире, материальном мире, нам очень ясно и понятно, что это такое. Физика, есть пространство, есть время. То, что скрыто, скрыто, это душа, но по крайней мере, две составляющие они ясны. Если мы поднимемся на этаж выше, на мир над ним, то там же существуют точно такие же понятия, только они получают совершенно другое выражение. А пространство, в понимании пространства, как тут, оно уже не существует в мире над ним. Мир над ним, он более, он не то, что более, он абсолютно духовен по сравнению с низшим. Абсолютно духовен. как 0,1 практически. И там тоже есть понятие пространства. Оно какое? Абстрактное. Совершенно абстрактное. И оно больше подобно условно говоря, кто помнит курсы алгебры, есть кольца, есть поля, кто помнит. То есть, когда собираются некие подобные единицы по какой-то категории подобия в одну группу, есть, которые заселяют это место густо, есть, которые пусто, целое, кто, кто учил, знает это, это целая огромная тема. То есть, есть некое абстрактное подобие месту. Точно так же есть абстрактное подобие и времени. То есть, в мире надо, и когда мы говорим, это очень интересная тема сама по себе. В принципе, времени нету в мире над нами. Но только какого времени нету? В земном понимании? Там как бы время остановилось. Но откуда же тогда берется время в нашем мире? С мира более высокого, но оно там находится как? Только как корень, как прообраз. Другими словами, в мире над нами тоже есть время, но в абстрактной форме. Что такое есть время? Это возможность изменения, преобразования. Причем, чем выше поднимаемся к еще более высоким мирам, тем более это становится еще более абстрактным, еще более нашего конкретного понимания, абсолютно непонимаемым. Там находятся уже идеи того, что есть пространство, что есть время. То же самое происходит и с душой. Тут у нас мы ощущаем, есть тело, та самая оболочка, состоящая из чего-то материального. Но она сама по себе не существует. Она существует только потому, что там внутри есть душа. То есть у нас на душу есть одето что-то. Одежда. Какая одежда? Тело. И с интересной зависимостью. Нет тела без души. Нет души. Без тела они друг без друга не могут существовать. Они бессмысленны. Приводили подобие. как электричество и электроприбор. Электричество само по себе оно как бы неощущаемое. Если только там руками не тронуть ее. Оно невидимо, неощущаемое. Казалось бы, вроде ничего нет. И оно само по себе смысла не имеет. С другой стороны, если возьмем там лампочку, то лампочка сама по себе как материальный предмет тоже смысла не имеет. Но когда мы соединим электричество и лампочку, тогда мы видим, что лампочка как тело одевается на электричество. Тогда электричество есть выражение, что оно есть, в чем это проявляется, в том свете, который лампочка дает материальном. Это очень далекий условный пример того, как и то же самое душа присоединяется к телу. Когда она присоединяется к глазу, то мы видим, присоединяется к ушам, мы слышим и так далее. Каждому из органов, которые есть согласно функционированию, которое у нее есть, это тип электричества присоединяется не к лампочке, а присоединяется к холодильнику, дает холод, присоединяется к печке. То же самое электричество. Что дает? Дает уже тепло к вентилятору, вертится, воздух гонит. Все миры, есть четыре мира, каждый из них отличается, и сейчас Рамхал пытается нам только обрисовать самую общую картину, которая есть. Он начинает с мира низшего, и говорит, знаете, о том, что есть мир низший, и он делится на две части, на высшую нишу. Ниша это наш физический материальный мир, и над ним находится часть духовная, ее называют миром небесных сфер, голголин. Не имеется в виду небесных сфер, как все понимают в простом понимании, что речь идет о звездах, о планетах и так далее, это тоже мир материальный. Но, тем не менее, почему он так называется? Потому что вот эти понятия звезды и даже планеты в понимании нашей Торы это понятия, которые прячут за собой и духовность. Звезды это не просто звезды. Связь между духовным и материальным в этом мире она через эти звезды. Звезды это вещь очень-очень самая загадочная и непонятная что есть в мире. С точки зрения еврейской это называется гальголин. Условно говоря из небесной сферы. Но не имеется в виду астрономический. Хотя и есть некое астрономическое соответствие этому. А то, что кроется за ним, та духовная сущность, которая их порождает. это то, что есть в мире под названием мир действия. Мир действия это тот мир, где непосредственно мы в состоянии что-то творить, делать, делать. То, что человек делает, делает митцвот, делает оборот, не дай Бог. В том же мире есть духовная надстройка необыкновенно сложная, которую тяжело нам представить. То есть вся духовная сущность наша находится только в этом мире. Минимальная которая есть, она у всех людей. Неважно как, находится в этом мире действие. Продолжает Рамхали говорить, над этим миром находится мир ангелов. Что за мир ангелов? Мир ангелов это Олама и Тира это мир, в который условно говоря есть некие стубстанции, которые определяют, что в конечном итоге будет в нашей душе. Есть кто дает определение этому миру как мир чувств. Например, мы чувствы. Почему мы чувствуем? Почему есть чувство любви? Почему есть чувство ненависти? Почему есть чувство жалости? Почему иногда радость пробуждается? Что это такое? Где это? Это не молекулы, это не атомы. Что кроется за этим? Для того, чтобы мы могли что-либо чувствовать, должны быть прообразы этих чувств. если есть чувство под названием любовь, зависть, гнев, то должно быть какой-то прообраз любви, гнева, зависти. Где-то должно быть, где-то должны быть кирпичики, основы этого, из чего все это состоит. Чувство любви, оно очень-очень у всех может быть подобное, но тем не менее, его мощность у всех по-разному. Кто-то любит так, а кто-то любит на всю катушку. Есть кто-то завидует чуть-чуть, а есть кто-то завидует. То есть нужно для того, чтобы человек мог испытывать сильное чувство зависти, значит, должен быть прообраз этого сильного чувства зависти. И так все остальные чувства, весь спектр, начало до конца, во всех границах своих. Значит, а эти прообразы, что это такое? Их условно говорят ангелами, условно говорят посланники. То, что способно дать человеку ощущение, дать человеку это ощущение, чтобы он мог это вообще чувствовать принципиально. Там находятся как бы основные прообразы, прототипы всех чувств, которые есть, от минимального до максимального, от малого качества до великого качества. Это только один из примеров мира, который условно называют мир ангелов, то есть те, из которых состоится. Мир этот, он в принципе основной, он очень главный, он центральный, находится в середине всего этот мир. Это отдельная тема, касаться не будет. Этот называется мир ангелов. Там есть ангелы постоянные, есть те, которые выполняют повеления, как мы с вами изучали, те, которые поднимают, которые поднимают вверх, те, которые наоборот спускают вниз, там находится колоссальное движение, это мир, мир посланников, условно говоря, мир духовных роботов. Назовите как, как пройдет наше понимание. Над ним находится мир третий. Мир, как тут сказано, над этим миром находится мир высших трансцендентных сил. Там корней творения, которые мы упоминали в первой части. И он называется миром трона. Это мир трона. Что там находится? Там находится как бы самая духовная часть. Это мир идей. Это мир сил, который в этом мире. можно сказать, там находится математика. Где находится математика? Откуда появилась математика? Почему вся природа может быть описана математическим уравнением? Это же одно из самых основных загадок, которые есть. Любой ученый, самый великий, который есть, если они чему-то удивляются, то удивляются именно тому, каким образом природа способна вообще быть подвержена описанию математическими формулами? Как это может быть? И это работает невероятно. Очень точно. Как же это может быть? Почему она повинуется этим формулам? Значит, где эти формулы находятся? Они где-то должны находиться в том самом страктном виде, который породят все эти физические законы, которые непосредственно мы тут можем измерить и прийти к выводу, что они существуют. Где они находятся? Где мир в высшем каком? Это улама называется мир корней, мир сил, мир мыслей. Мир мыслей. В принципе, человек так же устроен. То есть, мы сейчас перечислили с вами три мира. Верно? Три мира. Есть низший мир действия, над ним мир, условно говоря, ангелов эмоций, над ним мир сил, мир корней творений, мир трона. Смотрите, как это точно соответствует тому, что есть и в человеке. Мы всегда говорим о трех этажах, из которых человек состоится. У него есть часть материальная, часть душевная и часть интеллектуальная мысли. В принципе, так человек устроен. Это очень-очень интересно. Но смотрите, вот как человек устроен. Есть низшая часть, желудок, кишки, все тут переваривается, еда переваривается, тут находятся почки, мягко говоря, если это откроет, это даже не пахнет хорошо, совсем не хорошо. Такое грубое, это мир действия, соответствует этому печень. То есть как пример того, как это перерабатывается, это грубое, в что-то более тонкое. Ну, оставим этот мир низший, поднимаемся выше. Это уже мир, где находится более тонкая материя. Что тут находится? Тут находятся два основных составляющих, два основных органа человека, сердце и легкий. Тут уже пахнет хорошо, тут уже материя более утонченная, есть тут воздух ощущается, есть тут кровь, но все это еще ощутимо. Это какие-то можно назвать чувства, которые уже не пахнут. А над этим есть голова. Смотрите, как у нас все интересно устроено. От низа такого грубого, перерабатывается, поднимаемся сюда, а тут уже все, тут уже и кровь идет, тут уже что-то такое по-другому все работает. Поднимаемся еще выше, на третий этаж, к третьему миру над этим, находим где что, мир какой. Это точно соответствие то, что говорю, это не метафора. Это точно соответствие, так устроен, человек устроен как миры, точно. Третий этаж это мир мысли. Отсюда все, что отходит из мыслей, все возможные мысли, которые есть, понимание законов этом мира, логика которая есть, она вся исходит из этого третьего высшего мира. То есть в каком-то смысле третий мир самый чистый, самый абстрактный, и он как бы только разумом можно понять Творца. Человек не может понять Творца и осознать его существование не телом и не чувствованием своими, а только разумом. Поэтому и четвертый тот самый мир, сейчас мы к нему приходим, который называют улама целут, это место как бы присутствия Творца, он как бы покоится на этом мире мысли, поэтому он как бы сидит на троне, поэтому и называют его мир трона. То есть он как бы основа, только разум, он основа понимания Творца, а сознания того, для чего человек живет, что и как и почему. То есть есть ясная четкая структура, низший мир, материальный, идет мир над ним, словно говоря, мир, переходной, переходник такой, мир ангелов, мир эмоций, над ним мир мыслей, мир сил, мир корней творения. Он же называется миром трона. Три мир. Над ним есть мир, который мы стараемся вообще даже не упоминать и не говорить, называется улама ацилют. Слово ацилют на иврите, кто понимает, есть два корня, так говорили Рахами Баложин. Слово ацилют от слова этель у, то есть речь идет у, то есть говорит о связи с кем-то. Что такое у? Я нахожусь у него, то есть я связан с ним. Это как бы этель кодож бараху у творца. Простой перевод. Есть еще одно название, то есть еще один перевод того же слова ацилют, это слово ля ацил, то есть ля ашпе, оказать воздействие. Все, что есть в мире, оно исходит из этого самого высшего четвертого мира, там, где как бы находится присутствие творца. Там как бы находится присутствие самого творца. Сейчас мы увидим, что существует принципиальная разница между миром высшим у ляма ацилют и этими тремя низшими мирами. Об этом сейчас говорит нам Рамхал дальше. Говорит так. На еще более высоком уровне мы можем говорить о совокупности воздействия Всевышнего, раскрытии его света, из которой проистекает все бытие, от которого оно зависит, как мы упоминали. То есть по-простому он говорит, что над этими тремя мирами есть еще более высокий четвертый мир. И что там? Там есть совокупность воздействий Всевышнего. Там есть раскрытие его света. И из него проистекает все бытие. И от него все зависит. То есть корни всего находятся там. Итак, то, что нам Рамхаль раскрыл, раскрыл нам структуру духовного мира. Как духовный мир устроен? Не однородно, а также, как мир материальный, очень, на первый взгляд, состоит из огромнейшего количества составляющих. Правленная структура есть в этом мире, в духовном мире. И еще намного-много-много сложнее. И самое первое, как если мы им сказали в этом мире, как на наш мир земной шаг состоит? Он состоит, скажем, из горы, равнины и океан. Это было как бы самое общее определение. Так он тоже нам определяет. А из чего состоит духовный мир? Да, он говорит нам, есть мир низший, есть над ним второй, есть третий, есть мир четвертый. Тот самый, из которого все исходит, он корень всему. Теперь продолжает Рамхали говорить, в метафорическом смысле мы относим ко всей этой совокупности воздействий понятия мира и называем его миром божественности. То есть несмотря на все, сейчас это обговорится, то есть что он хочет сказать? Что мы четвертый мир называем миром, да, называем миром, улам и называем его миром божественности, то есть миром как бы божественного присутствия, источника божественности, который есть в этом мире. Но очевидно, продолжает Рамхал, что назвать его миром можно только аллегорически, как мы упомянули, и по причине, которая ниже будет объяснена. Теперь дальше и до конца этого он объясняет нам, почему на самом деле нельзя называть высший мир миром, улам, чтобы не дай Бог, мы не подумали, что он такой же, как и три ниши. А почему же его называют тем не менее миром? Чисто аллегорически, чтобы мы могли, как люди, которые ищут способ коммуникации, понять друг друга, чтобы приклеить ему что-то, иначе мы никак не сможем его назвать. Он называется, да, миром, только аллегорически, но на самом деле он не мир в понимании, как три ниши, о которой мы говорили. Теперь он объясняет нам это. Три же предыдущих мира называются этим именем в его прямом значении, ибо миром называется сообщество многих сущностей и различных объектов, находящихся в одном концептуальном пространстве, разделяющихся на многие группы, и находящихся друг с другом в различных отношениях. Ах, это, смотрите, как Рамхал объясняет, что такое мир. Во-первых, очень интересно, что по-русски это тоже хорошо звучит. Мир, мы знаем не одно значение. Есть мир в понимании свет, все знают, мир. А есть мир в понимании дружбы и братства. Заключили мир. В каком-то смысле это очень точно. То есть, что хочет сказать нам тут Рамхаль, что ниши миры, три ниши мира, первый, второй, третий, о которых мы говорили, они миры в простом понимании этого слова. Почему? Там есть огромное количество составляющих. Там есть отдельные объекты, которые заполняют эти миры. И они все находятся в некой гармонии, в миру между собой. Причем, говорит, что несмотря на то, что они необыкновенно разные, то есть, давайте вернемся к его определению, тут каждое слово это просто золото. Ибо миром называется сообщество многих сущностей, сообщество многих сущностей и различных объектов. То есть, он говорит, что значит сущность, что значит объекты. То есть, то, что составляет суть, и то, что составляет внешнюю форму. То есть, форма и содержание. Сразу указывает на нам о том, что у всего в этом мире, как миром низшим и высшим, есть и содержание, и форма. То есть, то, что скрыто от нас, и то, что открыто. И их огромное количество, то есть, и сообщество этого. Теперь, все они находятся в одном концептуальном пространстве. То есть, они все находятся в неком соответствии. То есть, как мы сказали, есть то, что соотносится с миром низшим, не может находиться в мире более высок. Прообразы ангелы, они такие, какие есть в мире, сотворят. Мир, 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 аула, митера. Это их мир. Это их одна концепция. Мир идей, это другая концепция. Их нельзя поменять. Это как бы две несовместимые категории, которые есть. Поэтому есть отдельно мир идей, есть отдельно мир чувств. Снова только, чтобы мы только поняли. Только в человеке, так как это существует в этом мире раздельно, то и так и мы. Мы можем параллельно и чувствовать, и думать. Параллельно думать и чувствовать. Единственное, что, какая сила оказывается сильнее нас? Может и оказаться такое, что человек может как раз чувствоваться и потерять голову. А иногда может наоборот силой разума полностью вытеснить чувства. Желаемая картина какая? Чтобы чувства оставались и жили в гармонии. Другими словами, картина какая желаемая параллельности этого мира. То есть, чтобы и был разум, и было чувство, и они уживались. Но они разные. Они относятся к разным концепциям. К разным мирам они относятся. Это то, что тут он говорит. Они находящиеся, то есть, мир, как он определяет, каждый из этих трех миров, снова, что там есть сообщество многих сущностей и различных объектов, находящихся в одном концептуальном пространстве. Каждый из этих трех миров, разделяющихся там внутри на многие группы и находящихся друг с другом в различных соотношениях. То есть, мы видим, есть, например, тут, в нашем мире, есть мир неживой, есть мир над ним растительный, над ним какой мир? Животный, над ним есть мир того человека, разговаривающего. И они все как-то соотносятся, влияют друг на друга. То есть, соединяют, разъединяют, противоречат. картина необыкновенно сложная, но тем не менее, вся она находится в одной гармонии, одна концепция есть во всем, что происходит с каждым из этих миров. Поэтому он и называется мир. То есть, вот это разнообразие, он дает нам определение, это колоссальное разнообразие этих сущностей, которые находятся в одном концептуальном порядке, и называется мир. Это определение мира приемлемо, независимо от того, материальные или духовно существенные объединяющие в сообщество. То есть, снова, то, что он хочет сказать, что это определение, что есть мир, не имеет в виду именно мир наш материальный, физический, а любой мир. Как мы сказали, в мире над ним и еще над ним точно так же есть разные сущности. Они соответствуют какой-то одной концепции, но они все разные, и они как-то сосуществуют вместе в одной единой гармонии. Вывод получается, что этот мир называется миром, то есть, мир вот этот четвертый, самый высокий, он называется миром, поскольку, я извиняюсь, не про это говорится речь, получается, что этот мир называется миром, то есть, он говорит про эти три мира низших. Почему он называется миром? Поскольку является объединением земных и небесных тел в одном в одном пространстве. Это речь идет о мире самом низшем, то, что сейчас он говорит. Мир ангелов тоже мир, ибо он сообщество многих ангелов в одном концептуальном пространстве, к которому он относится. И мир трона тоже мир отдельный, так как он собрание многих сил в одном пространстве, к которому они относятся. то есть снова повторим это каждый из трех этих миров оно по определению они по определению являются мирами, мирами состоящих из совершенно разных сущностей, разных форм, разных содержаний, которые объединены в одну концепцию, каждый свое, раз, два, три. Но воздействие Всевышнего вообще не могут быть определены как многие сущности и различные объекты. Они есть категории виды раскрытия его света. Их суть только в том, что Всевышний раскрывает себя созданием и воздействует на них соответственно их различных аспектов. Однако мы можем разлучить в этих воздействиях разделение порядок и иерархию соответственно тому, что подобает получателям этих воздействий, в которых коренятся все разделения порядки иерархии во всем существующем, как мы упоминали. Поэтому мы называем всю эту совокупность божественных воздействий в мире там, высоком, четвертом, миром, и считаем его находящимся выше трех предыдущих миров, поскольку их иерархия именно такова. Ведь творение в целом образует такую иерархию. Материальные объекты зависят от ангелов, ангелы от того, что выше их трона, его уровня, а трон от воздействия всевышнего, раскрытия его света истинного источника всего. То есть мы только прошли это до конца, но мы сейчас это разберем. Что имеется ввиду? что высший мир, четвертый, улама Ацилюр, он неподобен по сути своей совершенно трем нижним мирам. Он условно называется только мир, а на самом деле там находится как бы там находится присутствие своего самого творца. То есть это снова присутствие своего творца, который желает воздать добро. То есть то самое, которое желает воздать добро и сотворить творение. Так вот там в этом мире сущность этого мира принципиальное отличие того мира высшего от всех остальных миров, что там все находится в простоте. В простом состоянии. Кто помнит наши самые первые занятия, с чего вообще все находилось, все вообще начиналось, то Рамхаль в самом начале дает самое общее определение. И когда мы говорили об этом, то Рамхаль дает шесть фундаментальных принципов понимания сущности творца. И как бы основная, из которой все исходит, это полнота и простота. Что такое простота? в нашем мире, где мы живем, нет понятия такого. У нас не с чем сравнить. Простота в каком-то смысле может быть очень удаленно. Это полная абсолютная однородность. Нет разделения на множество. Нет это и это. А все едино. Не многочислено, не разделено на составляющие, нет никакого расщепления. Все существует в одном единстве. Улям Ацилют, мир, который мы говорили, высший мир, это мир, где присутствие творца находится в простом состоянии. Не разделено. Единство есть. Там это суть его это единство. Целостность. Целостность. Там нет расщепления, там нет ничего. Это то, что он говорит. Давайте теперь снова прочтем. Но воздействия Всевышнего вообще не могут быть определены как многие сущности или различные объекты. То есть они не могут быть определены как многие сущности или различные объекты. Они простые. Они из категории виды раскрытия его света. И их суть только в том, что Всевышний раскрывает себя созданием и воздействует на них, соответственно, на них различных аспектов. Это очень непростая мысль. Надо ее понять. То, что исходит из Творца, как бы из этого мира, из присутствия Творца в том мире, это его свойства, это часть его. Условно говоря, на что это подобно. Вот есть художник художник. Талант его, художественный талант, и он сам, это в принципе одно единое целое. Можно отделить талант его от него самого? Вовсе нет. Он проявляет свою суть, свое я в этом мире, своим талантом, он рисует. Это неразделимое. А если он рисует картину, то сама картина, само произведение искусства, и он сам, это уже вещи разделимые, это уже не то же самое, можно его отделить, можно его продать вообще куда-то, отправить другое место, и сам талант художника, и его произведение искусства, оно уже не связано никак. Типа подобие этого, как мы говорили, талант и сам человек, одно единое целое, так и проявление творца в этом мире, это есть сам творец, это есть 10 проявлений, как бы качеств, которыми творец как бы сотворил и управляет этим миром, они как бы исходят оттуда в одном единстве, в одном полноте, несмотря на то, что мы слышим слово 10, нам кажется, что уже есть в этом какой-то рябу и какая-то множественность, на самом деле они там находятся в простом состоянии, хотя я должен заметить, что то, что я говорю, надо обговорить и все гораздо, гораздо, гораздо сложнее, чем мы тут рассказываем, ну, даже не посвящим, но в нашем понимании достаточно понять, очень важно понять, что и это связано вообще с очень глубоким пониманием, что такое лакут, что такое понимание божественности, что в том мире божественности все находится в простом состоянии, там как бы корни всего, но находится в простом состоянии, и это основное отличие, которое есть, может быть еще одно сравнение, вот есть солнце и есть солнечные лучи, мы с вами что воспринимаем солнце? Вовсе нет, есть солнце, но мы на самом деле что воспринимаем? Мы воспринимаем солнечные лучи, солнечные лучи это то, что мы способны воспринять, но мы не воспринимаем саму солнце. Где оно? Оно где-то там. Так и в принципе все это расщепленное, которое исходит из него, где оно находится? Оно находится в этих нижних трех мирах. А где само присутствие, источник всего, как бы в своем единстве? Где-то там. Там наверху. Продолжает Рамхал об этом и говорит, что их суть только в том месте высоком, что Всевышний раскрывает себя созданием воздействия на них соответственно их различным аспектом. То, как он проявляет себя в этом мире. Миры проявления только качества в этом мире. Однако мы можем различить в этих воздействиях разделение порядок и иерархия соответственно тому, что подобает получателям этих воздействий, в которых коренятся все разделения порядка и иерархии во всем существующих каком упомянули. То есть, что говорит Ромхан? Наш-то мир, мы же видим, что он расщеплен, разделен, состоит из огромного количества категорий, сущностей и объектов. Откуда же они все исходят? Откуда эта множественность, которая появилась? Она происходит, несмотря на то, что мир, это одно из самых невероятных вещей для понимания человеческого разума. Несмотря на то, что сущность Творца в мире самом уже находятся корни в простом состоянии всех порождений и множественностей, которые впоследствии будут и проявятся во всем мире. Продолжает Рахам говорить, поэтому мы называемся эту совокупность этих божественных воздействий миром. То есть, тем не менее, вот это и причина, почему тем не менее, даже в аллегорической форме, тем не менее, называем миром и считаем его находящимся выше трех предшествующих миров, поскольку Ихирака именно такова. То есть, другими словами, все, что нам Рамхайл сказал, и мы больше не успеваем, что есть в мире четыре составляющих, как бы, четыре части в духовной духовности мира. Три ниши, и об этом наш разум может понять и осознать. Один мир действия. Условно говоря, над ним мир эмоций, снова мы это чувствуем, над ним мир разума, тоже мы это можем понять, и соответствует трем принципиально разным, необыкновенно сложным, даже приблизительно для нашего понимания духовных мира. Над ним находится принципиально другой мир. Там, как бы, находится присутствие Творца. Суть его, там она находится в простом состоянии, и нет в нашем понимании ясности этого, но все, что есть в мире, исходит оттуда. Теперь снова спросим, а для чего Рамхан нам все это рассказал? Ответ для одного единственного, что на следующем занятии мы с вами увидим удивительную картину, что вся молитва, все наше служение, труд еврейский, который есть, он точно соответствует структуре духовных миров, и эти знания просто необходимы для того, чтобы понять, как устроена молитва на самом деле. Мы тут остановимся. Всего доброго. Привет, Ажиа Сурина. Субтитры создавал DimaTorzok